Сегодняшний улов составил у нас вот одно ведерко, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, это вот 6 или 7 литров маленькая и два комбайна, а и пакет, где-то тут литров 5 еще в пакете. Удалось найти, заснять маленький экземпляр, она на попе езжала, поползла, испугалась, она лежала прямо на ветках, прямо тут вот на ветках лежала маленькая, никольского гадюка. Ну, друзья, очередное препятствие, уже как бы жара пришла, и так вот заваляло деревьями, хотя это гнилё выстрелило, как бы выдержало, это гнилё ураганы, бензопилы нету, хочу вот этот кусочек отпилить, оттянуть, чтобы проехать, с бензопилами люди ездят, но ленятся, обещали его распилить, но не распилили. Улисил. Может быть, проскочил. Бабушка Наташа со мной выехал в жару, всем привет собирать. Сегодня уже 33 градуса, планируется 37. Бабушка Наташа побудь оператором. Сейчас, подожди, дай положи, я пока ты рвала, я начерпала, начерпала. Кого? Опасу, чтобы я на него не наехала. Я оттяну. Давай вместе, а то одному тяжко тащи. Давай я помогу. Рома, давай я помогу, ещё, давай, ещё, ещё, ты большой молодец. Вот так вот, силы есть. Лето – это прекрасно. Всё, с Богом. Давай, давай. Ой, надо бензопилу, сынок, нам. Давай, 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 давай. Прямо, 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 прямо. Ура, ты большой молодец. Вот так, друзья, мы пробираемся сегодня в хорошую чернику, чтобы собирать много ягод за короткое время. Много было вопросов по сбору, как так можно так быстро собирать много ягод. Поэтому в этом видео будет ставка со сбора, 2 или 3 ставки со сбора по дождю. Я покажу, как мы быстро и много собираем черники. Всем, друзья, приятного просмотра. Мы сегодня будем мучиться в сильную жару собирать, но нам это благодать. Природа даёт дары, на которых можно заработать. Поэтому мы все в трудах. Приятного просмотра. Хорошо, как проработал, ручная, надо бензопила, чтобы было. Иди, отдохни 5 минут нам ехать под ручьём. Всё, прекрасное лето. Ну, вчера же бревно лежало, никто не распилил. Больше суток пролежало, и все ждут пока, как и в том году, пока мы. Хотя ездят бензопилами. Наш 33-й, вроде бы, или 35-й сбор. Не, наверное, 33-й. Вот машинка, вот мы отошли по тропинке. Тут мы были уже пару десятков раз, и вот черничка доспела. Вот прямо у дорожки, почему мы мучились, проезжали. Вот так вот проводишь, вот всё в чернике. Всё усыпано. Тут можно ходить, 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 ходить. Ходите метров 200-300 можно и больше. Тут всё чёрное просто. Вот. И в болото, и на горку, и в дебрик чаще, и там везде. Она подтягивается. Мелкая ягода, которая не остаётся, подтягивается, мы её собираем. Сейчас. Легла она вся, видите? Чуть отойдём. Да, это ты телевизор. И будем... Нормально. Видит она вся лежит. Собирать. Да, красота. В такую температуру можно в одной майке и шуртах собирать. Просто что, а в одни много слепнее комаров. Внутри его поднимаешь ветки. И как-то легко, видишь, мне одна эта самая. Вот, смотри, что ты делаешь. Она вообще улеглась и лежит. Смотрите, какая крупная лежит. Ну, вот. Будем брать стараться. Сбор на коленях. Да, хорошо, полезно для ног после такой горы. Хотя вот вода стоит. Смотри. Какая ягода. Смотрите, какая крупная. Ветку убери. У меня шишки попадаются даже. Вся красота. Пост, сбор. Чёрное золото. Да, веришь? Друзья, друзья, товарищи. Не успели мы далеко отойти. Машинка вон стоит. Красненькая. Вот тут пластами лежит, лежит, лежит. Смотрите. Пару раз тут шкрабнул. Уже полка байна. Смотрите. Просто вот тропинка. Вот машинка. Вон бабушка. И вот смотрите. Смотрите. Да. И просто всё. Черника, черника, черника. Всё вот просто всё. Лежит пластами. Вот. Даже если брать, берём. Вот такое. Всё тут в чернике. Это ещё не крупная. Мы до крупной идём. Смотрите, сколько я тут. Куда ни пойди, не знаешь даже куда кидаться. Она просто вся в траве лежит. Вот. Набрали мы два ведёрка. Раньше мы их как бы собирали. Два, 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 два. И потом я потихоньку тащил два. Переносил два в машину. Сейчас мы собираем. Сразу машину. Сейчас ещё взял два. Сейчас мы будем дособировать. А цель репортажа был тут у нас осиный улей красивый. О, голубика пошла уже, не знаю. Осиный этот улей. Он где-то тут был. Я его не нашёл. Он лежал под сосной. Как он там. Обычно волосы бывают под землёй. Норы делают. Либо вешают на веточку осиные. В основном под землёй в болоте. А тут до ближайшей ветки было метров 20-30. А он сверху такой лежал здоровый комочек. Прямо под черничкой они выскочили все. Нет возможности показать. Друзья, это ставка не со сбора жары. Это ставка, мы собирали по дождю. Хотел я показать людям, которые говорят, что нереально собирать вдвоём за 30 минут 12 литровое ведро с горкой 10 литровое. При хорошей чернике можно это делать. Нам буквально надо на двоих по 4 комбайна собрать. Комбайн можно собирать, вот лично мне, от 4 до 8 до 7 минут. Один комбайн. Выбрал я небольшой кусочек. Что нам надо? Хорошая черника. Что нам ещё надо, чтобы быстро собирать? Это понять, как лежит черника. Если черника лежит в одну сторону, разворачивайте и собирайте. Если как она тут кручёная лежит, тут сложнее собирать. Всё, друзья, приступим. Пустой комбайн. Определяемся, как лежит черника. Тут черника лежит плохо. Она лежит тут полностью после дождя. Я её поваляла. Начинаем чесать. После моего проведения, листва остаётся на месте. Как бы ничего, сверхъестественного, даже с таким большим сбором не вырывается, не обрывается. Всё, мы поехали. Смотрим, как черничка лежит. Если бы она лежала в одну сторону, было бы вообще шикарно. Я бы просто вот так вот... Активный такой сбор в таком положении, буквой Г, идёт только первый час. Потом уже просто я ползаю на коленник. На коленниках неудобно, поэтому я собираю так вот. Ну, с вами общаемся, потихоньку собираем. Заметьте, я чешу, листва остаётся на черничнике. Которая должна опасть, она уходит в комбайн со мной. Вот мы поехали дальше. Беспрерывный кусочек видосика вставлю. Нам надо всего лишь, как я сказал, на двоих, на ведро 8 комбайнов. Комбайн собираться может во какие кусты. 5-7 минут. А по такой чернике бывает и быстрее комбайн собирается. Да, он с листой, с игрицей и со всем остальным ненужным. Но это у нас всё. Вот листики остаются. Но это нас уберёт пен. Так что, друзья, всё возможно. Люди упираются в тот момент, что из разряда невозможного, что у них такого не было. У других людей в их жизни такого тоже не было. И они пишут, типа, это невозможно. Всё возможно. По хорошей ягоде всё возможно. В жару, конечно. Когда собираешь такими темпами, понимаешь, что надо быстренько собрать нужное количество ягод и уехать. Поэтому даже и дышится плохо, и не разговаривается. По-быстрому где-то иглицу убираем с этого комбайна. Тут уже ягода, она уже чёстная. Поэтому приходится бегать. Это мы идём от машины потихонечку и добираем. Пока мы там уже пару минут собираем. Я уже запуталась. Ничего страшного. Оператор пока ещё не упал нас. Пока ещё всё нормально. Мы продолжаем с вами наполнять этот комбайн. Спрятался за деревом, выходим. Я в таком темпе, вот как сейчас собираю, часа четыре могу собирать. А если я ещё перекушу в процессе, то ещё сборка ещё быстрее пойдёт. Так что сам комбайн выходит без решётки. Больше литра. Если вот мы как последнее собираем, мы вообще собираем. Пока ягода тёртая под эти, под зубья. Так что... Наш этот, как он, можжевельник или как он называется? Обогульник. Обогульник. Я его вечно путаю. Где он тут ещё от черничных есть? Если бы вот бегать так не надо было, можно было бы ещё. Собрать ещё быстрее. Да тут всё в ягоде, господи. Что тут? Вот. Я вот на купинку своих комбайн положила. Ягоды немного перемещаться. О, ещё сейчас хоть я доделу. И мы посмотрим, сколько у нас времени. Ручкой я вот так вот профессионально придерживаю кустик. Я уже знаю, чтобы не потянуть, чтобы он не хрустнул. Что мне сделать? Вот. По этому сбору. Вот, листва остаётся. Уходит только всё не нужное. Которые иглицы, листья. Вот мы пошли, 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 пошли. Сколько там уже, бабушка, время? Я не знаю. Посмотрим. Так, три пятьдесят одна. Вот, и минуты, и балабольство, и сбора, и продолжание дальше сбора. Ты так крутишься, вертишься, что... Ну, нету хорошего чуничника, надо груза идти туда. Я вот этот заберу, всё хорошо. Вот, и сейчас вот так вот пойдём. Выключать? Нет ещё пока. Мне пока ещё не выключать. Ну, вот он по краю пойдёт туда. Собираем, собираем. Собираем, собираем. И это тяжёлый сбор. Мы возьмём сегодня по шее мокрое. Вот смотрите, допустим, глиссу выкинули. Вот уже зуби начинают заканчиваться. Тут уже точно больше литров. Вот. Ну, левее выходи, там вся ягода. Вон она лежит. Ну, это я оставила ведро. Я свой комбайн ведро. Лето это прекрасно. Если, допустим, я собираю даже за пять минут литр, а тут будет больше, то за пять колпаков мне таких надо будет сколько? Пятьдесят минут пять литров. А если мы вдвоём собираем, то мы, естественно, плюс минут соберём около тридцати минут. Это ягода входная. У нас стоит машина рядом. Это мы добираем то, что не добрали люди. А впереди он там в болоте. Ещё ягодник ещё лучше. Вот. Я чешу. Лесна остаётся на месте. Те, кто пишут, что комбайн вредит, мы сюда ездим уже не первый год. Вот. Эти всё. А сколько, друзья, пропадает? Ягоды тон остаётся. А сколько в этом году? Десятки тон просто останутся на голых ветках и опадут. Пропадут просто и всё. Вот, друзья. Полный комбайн. Пускай там пять-семь минут. Приблизительно. Вон машина рядом стоит. Покажи, вон машину. Ну, она там наша любимка красненькая. Машина тут буквально тридцать. Мы только вошли. Вот. А дальше мы пойдём. Там вообще сейчас будут стоять стебли. Черникой. Вот комбайн полный. Очередная вставка из мокрого сбора. Пока вот пообщались. Несу сейчас вези дёрка к машине. Сейчас потом бабы второе заберут. Вон оно. Тоже полное. Друзья, сегодня будет видео больше, чем в восемь-двенадцать минут. Сегодня я решил поразглобольствовать. Вот такая вот тема разговора про быстрый сбор пришла, потому что люди видят, как мы ездим, что в девять поехали, в час в два приехали или вечером после работы. Ну, тогда второй смены после работы. Там, допустим, поехали. В пять мы выезжаем и уже в семь бывает дома уже в двадцать. Не видят, сколько мы выгружаем ягоды. Интересуются или забирают когда. как так. Ну, там может не сами там что-то. Это вот опыт. Друзья, опыт. Я решил вот эту тему сказать. Интересный момент. Как я когда учился в 95-ом училище в Абруйске. Я занимался кроликами. Ну, сейчас занимались, помогали все. Я поехал в Минск на большую кроликовическую ферму. Мужик продавал сотнями королей. Чуть не упал. Ну, что он с нами связался, не знаю. Может быть, что запали. Нам-то надо было пять-шесть королей. Он нас принял. Самцов мы не покупали. Он и согласился и случить. Позвал нас кофе попить. Может, увидел, что малой стремится нас под сотню. Тогда мы развели кролей. Это было после миксиматоза. Пойдешь на поголовье. И мы новые заводили. У нас первые были белые кролики-альбиносы. Забыл породу. Потом мы там покупали фландеры всякие. Пробовали. Кроме фландеров, у нас первые были белые паноны с красными глазами. И великаны были. И ризаны черные были. И бабочки калифорнийские. Что такое не было. Это уже второй заход был. Вот. Поехали мы туда. Решили мы закупиться. И вот насчет неверия. Люди насколько не верили. Вот этих лет 17-17 назад. Он мне показал охоту. Фотографии и альбом. Как они с мужиками. Кабанов загоняли лайками. Из ружей. Ну, брали с собой, но не стреляли. Лайки брали на растяжку у кабана. Это комбайн тут оставил. И потом уже охотник подходил. И свинишку поросюшку ликвидировал. И вот я приехал на эмоциях. Об таком рассказанном, увиденном. Еще тогда ютуб был слабо развитый. Приехал и начал это все рассказывать. Своим по занятию по училищу коллегам. Естественно, это был смех. Там туда-сюда. Никто не верит. Как так кабана. Какие-то шавки, лайки на растяжку. Потом мужик с ножа что-то там. Ликвидирует кабанчик это на мясо. Вот. И больше всего там один, не буду говорить о комбиле, человек смеялся. Это был Александр. Он потом. Сейчас вот лет 10 прошло, может 12. Ну, после того. Я смотрю в ВК и постил уже видео. Как это мужики делают на охоте без ружей. И человек, естественно, может уже забыл эту историю. Как он смеялся на эту историю. Думал, что она выдано. А сейчас увидел. Может сам участвовал. И уже ВК репостил и показывал, что смотрите. Вот. Поэтому люди пока сами не смогут. Или не увидят пока, как другие могут что-то делать. Для них это сверхъестественное. Вот балабол. И забыл ведра. Сходил за ведрами и забыл ведра. Балабол. Я уже по поясу мокрый. Уже до груди почти. Не, ну она смотри какая ягода. Ягода просто шикарная. О, я же ее куда не поверни. Смотри, вот какие литочки. Да, продолжаем сбор. Комары идут мокрые. Но это захода вообще. Это просто сказ. Комары леса черное золото. Набрала. Смотри какие. Вот я ведро. И вот ты почти пенсионерка. Вот сколько. Пенсионер. Седьмой десяток и она ведро. У меня два комбайна может больше чуть. Ну ты же молодой. Посмотри. Смотри что творится. Посмотри. Смотри. Видишь? Видишь какая ягода. А листва вообще остаются. Если вы будете использовать вот такие комбайны или финские, которые с зазором правильным, в листве ничего и черничнику не будет. Вот все остаются. Больше всего. Смотри какая ягода. Вот она. Раз. Раз. Вся листва остается. Больше всего вредится. Я видел старики собирают гребенка из жести. Из жести или стали или издирали алюминия. И вот так вот грибком. Большой сантиметров сорок. Как такая гребень. Такой. Я не ухожу. Там остается один стебель вместе с этим. Я не говорю что там. Мы лучше. Кто-то хуже. Но это комбайны собирают бережнее намного. Смотри. Вот сажусь. Беру. Вся листва остается. Даже если я с ножки тяну. Смотри. Ну где. Все остается. Палки. Да. Палки эти. Вон смотрите сколько. Вот мы продвигаемся. И мы в шоке. Вот смотрите. Вот она просто вот селится. Селится. Да? Смотрите сколько. Но это лето. Мы туда не ходили. Там еще сотни метров в болото. И она там все в чернике. Естественно. Если люди сотнями проходят недалеко от дизеля и электричек. И где-то точек сбора рядом населенных пунктов. Там ягоды не будет. Они все выберут до ягодки. Полностью. Как люди могут найти силы. Я домой прихожу. Мышонок лучше пищит чем я разговариваю. Ну ты представляешь. Сил нету поговорить. А это еще надо перебрать. Мы можем даже и позлиться. А потом остановиться. И дальше придется. Всякое бывает. Ягоду собирать это нелегко. А надо еще и перебирать. Кстати если кому интересно как мы перебираем ягоду двумя типами. Обдуваем в тазике. Или скатываем по столу. Есть популярнейшее видео. 50 тысяч просмотров у меня на канале. Также можно использовать не скатку по столу кому интересно. А переборку в тазиках. Насыпаете в тазики по литру. И феном дуете. Трясете тазик или феном водите. Выдает листву за минут 15-10 ведро. А если вы будете это делать четвером. То это еще будет быстрее. Вот так что гадюк мы как бы не боимся. Мы с ними и дружим. Одну маленькую мне удалось. Никольского заснять. Будем продвигаться. Спрятались мы в тенке. Пот течет просто ручьем. Кофта уже мокрая. Вот так вот вытираешься. Конечно если меньше пить и пот не будет выделяться. Но в такую жару невозможно не пить. На трассу выезжаешь. О вода стоит. На трассу выезжаешь. Ветер такой аж машину колышет. Сюда приезжаешь километров пять влез. Вообще даже не дует. Ничего не шевелится. Вот так вот потом. Вот она. Это уже почти высохло. На коленке становишься и они все впитывают. И сапоги сразу мокрые. А как нам кукол классно. А нам кукол классно. Ой видишь какая ягода. Люди просили кстати голубику. Я сказал 8 рублей литр. Вся чисто. Вон там вон голубики много. Но мы пока еще не собираем. Она сейчас уже стала полноценная. Мы просто не можем проходить такое. Черники не можем столько проходить. Поэтому мы туда так и не добираемся. Идем постоянно. То там, то там, то там. И все. И много. И мы не можем дойти до нее. Собираем, собираем, собираем. Бывают у нас даже такие акции благородные. Каждый сбор мы кому-нибудь угощаем бесплатно черникой. Вот я на работу уже раза три носил. Бабушка там своих подруг, знакомых, родных угощаем. Бывает в день отдаем 4 литра. Бывало и больше 5-7 литров было. Сегодня. Сегодня или завтра ты там говорила. К подруге своей еще хочешь отнести. Вот. 2,5-3 литра тоже. Черники настолько много. И сейчас люди берут по 5 рублей за литр. Что как бы без проблем угощаешь и людям даришь. Радость, радость. Вкусняшку. Да. Люди кушают, благодарят. Да. Потому что если, допустим, собирать, друзья, и сдавать чернику. Вот ведро там выходит у нас, которое мы собираем с грязью. По весу выходит где-то 35 рублей. У меня уже колени мокрые, я уже напитался. Сапоги потекло. Ой, красота. Смотри, какая природа. У меня одна природа для глаз, для трудов. Но вообще тяжелые сборы, потому что жара была очень сильная. Ну а так все прекрасно. Ой, надо вставать. Сейчас смотри, какие коленки мокрые. Насчет сборов. У нас с мусором, если мы сдаем, получается где-то до 35 рублей. До 35. В зависимости, ну сколько там, 6-7 килограмм ведро выходит. Но это по жаре. Конечно, тяжелее, когда дожди идут. Ну, берем вот так вот. Где-то 28-35 рублей ведро выходит по той цене, что предлагают. Если же мы ягоду чистим и сдаем, фактически это ведро выходит 10 литров, 50 рублей. Разница с ведра минимум 15 рублей. Поэтому можно кого-нибудь угостить и сделать приятное. Все, будем собирать. Сегодня будет длинное видео, как я уже говорил, со ставками из сбора водождей. Вот тут более-менее хотя бы не так жарко. Спрятались небольшой тенек. На солнце выходишь сразу, как начинает печь. В шапке невозможно собирать. Сейчас голова парится. Я его покороче постригся. Надо будет еще... Вот вон бабушка спряталась в муравейнике. На позитиве. Спину уже 10 сборов назад заклинило, но она еще не сдается. Вот такой у нас муравейник. Муравейник, кстати, больше метра высотой. А кто-то тут за муравейником спрятался. Стареем. Эй, седьмой десяток. Седьмой десяток. Куда стареть? Нормально. Шестеро внуков. Пока еще шестеро. Нужно говорить стоп. Давай я высоту. Последнее ведерко и погнали. Слушай, иные люди говорили, положите руки на муравейник. Ни один комар нет. Комар. Или кислоту делать. С муравьев вывариваешь массу, кислоту делаешь. Надо в следующий раз этот электролобзик взять с собой. Чтобы завалы устранять. А, смотри. Ты пришел. А тут сразу садись, смотри какие веточки. Видишь? Видишь? Такая красота. Последний черпачок. Да, я такой вышла. Вот. Видишь, и какую красоту набрала. Ну, листики чуть-чуть, видишь, попались в траве она. А так, ой, уронила. Уронила. Все, мы заканчиваем. Последнее ведерко вон набрали. С такой горкой. Вот. Сними меня, как будто это. Как будто я викинг на корабле плывал. Как это. Как викинги плавали на этих. Да. Похоже одна часть лодки. Да. Вот последняя черничка. Все, мы потихонечку пошли. О, смотрите какая голубика. Размер голубики. Сейчас расскажу вам о стадиях сбора. Один из первых стадий сбора. Он длится 10 дней где-то. Это когда ты согинаешься вот так. Ножку вперед делаешь. Согинаешься и черпаешь вот так вот. Подгнувшись буквой Г. Проходит 10 определенное количество, 12 сборов. Уже начинаешь вот так местами немножко на коленку становиться. Вторая стадия. Но приподниматься и опять. Общим гусиным шагом. Еще приходит 10 сборов. После вот таких погусиных шагов. Как бабушка подсказывает. Уже переходит в коленный сбор. Вот так вот. Все. Это 30 сбор. Это ты уже вот так вот собираешь. И вот так вот ползешь. Аккуратненько вот так вот на коленках. Друзья. На коленники мне Сергеевна, моя Оксана, заказывала. Неудобно. Как бы они не крепились. В таком хламе. Они все равно цепляются и сползают. Но колени уже после сороковых сборов начинают страдать. Протираются, прорываются штаны. И начинаются уже дефекты коленок. Которые приходится потом изогноение лечить. А сборов у нас около 100. Да. Мы собираем черное золото. Потом рубин собираем. Бруснику-клюку. Потом мы собираем после черники голубику. И потом у нас есть еще ягодка янтарь. Мы ее собираем до января месяца. Даже по морозу. Кто знает, тот поймет. И самая последняя стадия, друзья. Это самое интересное. Это когда уже 50-60 сборы. Ты горизонтально в плоскости черники. Мы это еще не освоили. Это уровень сенсея. Отталкиваешься. Задние носками сапог и полдешь вперед вытянуть. Собирали мы обычно 4 ведерка. Потом вышли на 5. 4 и 2 ковша. Потом 5 и 2 ковша. Потому что была плохая погода. Либо на работу. На вторую, либо после первой. А теперь вот так как выходной или еще что-нибудь. Очень много ягоды. Почти такое берут. Только люди пожилые. Берут они. Такие ведра они не берут. Они берут 6-7-8 литров. Это максимум. Некоторые даже 3-5. Обычно, друзья, в сентябре месяце остается тонны вот такой вот ягоды. Кто смотрит мой канал, вы увидите еще в сентябре. Мы собираем. В этом году супер мега урожай. Молодежь не берет. Пожилые берут очень мало. Поэтому в сентябре будут ягоды. Оставшиеся в лесу. Очень-очень много. Вот такой вот у нас урожай черного золота. В этот вот прекрасный, чудесный день. И собрали мы его всего лишь за 4 часа. Вот, друзья, мы готовы к старту. Несмотря на трудный сбор в жару. Ну, ты хоть улыбнись или рукой помахай. Ты что, устала? Устала? Я только подустала. И больше ничего. По настроению все нормально. Ну, я уже все. Молчу и все. Я в конце только могу дышать. Дышать и молчать. Все майка мокрая. В болоте, конечно, в такую жару. Утром нам с самого утра не дал дождь на сбор ехать. Потом, пока остановили, пока проверили документы. Все. Пока нюхали пьяные, не пьяные. Потом, пока мы выпилили бревно, отянули. И, несмотря на все эти трудности и сбор в такую жару, в болоте с такой влажностью, мы все равно собрали такое большое количество ягоды за такой короткий промежуток времени. Сейчас мы поедем еще перебирать ягоду. Потом надо будет еще, мы в процессе добираем вишню, смородину. У нас еще есть этот грец, красная порочка, поречка желтая добрать. Ну, и еще надо взвести ягоду. Ягода с 7 до 9, где-то вот в 9 часов только мы уже будем готовиться ко сну. По листью еще грядки, подвязывать потиху помидоры, которые вечно растут. И огурцы. Ну и как тебе лето? Ну как, мне всегда нравится. Лето мне нравится, есть что собирать. Видите, видите? А он течет? Не-не-не, вот так вот она уже два раза забывала телефон. И мы на скорости полезли 60 километров, потом возвращались его находили. В песке, в зарытом. У меня течет. Все, друзья, махай друзьям, подписчикам. Всем доброго лета, хорошего весеннего. Какой этот сбор? Хорошего весеннего. Все, друзья, до новых сборов. До новых сборов, мы уже перегрелись. Я уже весна. Спасибо вам большое за поддержку, за подписки, за лайки. Лайков побольше, пожалуйста, ставьте. И так уж это легко собирать и снимать. Ну, трудиться надо, без трудов не вызови шерепку из прудов. Все, пока-пока. Доброго лета.